Друзья, привет, доброе утро, день, вечер. Кому что? Угадайте, где я? Ни за что не угадайте. Угадайте, где мы с Семёным? Мы сегодня гуляем с ним по Красной площади. Видите, мы все в Красном. Привет! Ура! Поехали! Добро пожаловать на мой канал. Меня по-прежнему зовут Катя, и я по-прежнему отношусь к любой прогулке, как к путешествию. Сегодня гуляем в самом сердце Москвы, и это путешествие в историю. Из видео вы узнаете о том, почему Красная площадь – это самое настоящее кладбище, и что за высокотехнологичный лес растет в центре столицы. Погнали! Я здесь сто лет не была, а Семен вообще первый раз, и я вам скажу, знаете, знаете, ничего не изменилось. Вот он, мавзолей. Как был, так и стоит. Но немногие задумываются о том, что, попадая на Красную площадь, вы оказываетесь прямо на кладбище. Возьмем хотя бы мавзолей. Здесь уже почти сто лет лежит мумия Ленина. Я однажды была в мавзолее. Это абсолютно бесплатно. Ленин там есть. Но чтобы туда пройти, там тебя осматривают, забирают камеры, телефоны, забирают все, что можно. Поэтому оно нам сейчас не очень надо, и мы туда не пойдем. Но Ленину привет. В Кремлевской стене тоже полно захоронений. В стене замуровано 114 урн. Но и это не все. Неподалеку от мавзолея находятся еще 12 могил. Здесь похоронены Фрунзе, Буденный, Суслов, Брежнев, Андропов и даже Сталин. Но и это не конец. На Красной площади расположено лобное место. В царские времена здесь казнили преступников. И вот я думаю, может, поэтому Семен отказывается покидать свою коляску, когда мы здесь гуляем. Может быть, он чувствует энергетику места? Вот этих детей их просто не понять. Разложи, говорит, коляску. И вот так вот человек решил поспать на Красной площади. Сема просидел в коляске, пока мы не приехали в Зарядье. Это новое городское культурно-просветительское пространство. Оно занимает 13 гектар. А совсем недавно эти гектары считались самым большим пустырем и одновременно самым дорогим земельным участком в столице. Но с 2017 года парк принимает туристов со всего мира. Ну что, мы переметнулись в парк Зарядье. Сейчас пойдем на этот прекрасный мостик, который висит над рекой. Это парящий мост. Но на самом деле сооружение отрицает само назначение моста. Не соединяет берега, а как бы висит в воздухе. Конечно же, это не мост как таковой, а смотровая площадка. И одна из самых лучших в столице. С моста можно разглядеть Кремль, Китай-город, Ратушную набережную. Давай, рассказывай. Рассказывай все, что ты думаешь по этому поводу. Семен, конечно, ничего об этом не думает. Ему лишь бы найти место, где машинки свои разложить. Да вот хоть на лавочке, прямо над Москвой рекой. Кстати, я обратила внимание на то, что в Зарядье все какие-то нарядные и одеты по погоде. Я вот вообще удивляюсь. Мы когда выезжали, было градусов 18. Я, собственно, водолазка, штаны, а люди... Но они явно выехали не позднее нас. Откуда у них шорты и майки? По-прежнему недоумеваю на эту тему, но нам пора. Идем дальше. Я, наверное, никогда не перестану удивляться тому, что этот парк, который с виду кажется обычным лесочком, на самом деле напичкан технологиями. Зарядье – это целая экосистема в центре Москвы. Я вам сейчас кое-что покажу. Посмотрите, например, как происходит полив деревьев. Закончила снимать про полив деревьев, посмотрела по сторонам и перепугалась. Семена нигде нет. Пока я снимала природу в рамках инноваций, в этом высокотехнологичном лесу потерялся сын. Но, слава богу, быстро нашелся. Я тебя потеряла. Ух ты какой! Хулиган? Нет. Эх, рано ему еще в такой парк. Между тем, детям постарше здесь будет очень интересно. Есть ледяная пещера, подземный музей с выходом к Москве-реке, показывают фильм 5D о Москве и России. Так что приходите. А мы уходим, ведь нас ждет еще самая любимая часть воскресных прогулок. Мороженое. Ну вот, Сема, какое мороженое? Соколад. Да понятно. Ну вот, мы поели и засобирались домой. Заказываю такси и думаю, Сема никогда не ездил на метро, а ему уже 3,5 года. Нужно исправлять. Исторический момент для меня и для Семена, потому что он сейчас впервые будет спускаться в метро. Ты готов? Да. Поехали? Да. С метро? С метро. В метро ребенок не дышал. Смотрел по сторонам с восхищением и восторгом. Слов не нашлось, одни эмоции. Зато какие самые настоящие, искренние, детские. Двери закрываются. Понравилось? Да. Что там ты видел? Я там видел сиденье. Сиденье. А еще что? Крышу. Крышу. И все. Вот такая импровизированная прогулка получилась. И если вас она порадовала, ставьте лайк и напишите в комментариях о своем любимом месте в центре столицы. Пока!